Итак, дамы и господа, всем доброго дня! Да, не удивляйтесь, весь мир отдыхает, мы в том числе. Новый год, все празднуют, всех, кстати, с наступившим 23-м годом. Но, как говорится, работа есть работа, и она никуда не уходит. Поэтому сегодня вот в таких странных декорациях, но Лига Ньюс специально для вас при любых условиях. Поехали! Ну что же, начнем, друзья, с новостей, так сказать. Пройдемся по статистическим данным уходящего, ушедшего, точнее, простите, 22-го года. Значит, согласно данным аэропортов Анталии и Алании, Газипаши, с 1 января по 31 декабря 2022 года в эти аэропорты прибыло аж 13 миллионов 74 тысячи 142 туриста на 80 тысячи 247 самолетов. Значит, первое место занимает, друзья мои, Германия. Их прибыло непосредственно к нам сюда 3 миллиона 363 тысячи 857 туристов. Значит, россияне занимают второе место 2 миллиона 801 тысячи 412 туристов. А вот замыкают тройку, друзья, неожиданно англичане. Англия занимает третье место с 1 миллионом 253 тысячи 130 туристов. И вот в догонку к этой новости есть следующая, друзья, новость про непосредственно аэропорт Анталии. Так вот, аэропорт Анталии, друзья, продолжает расширяться, да, продолжает работу по расширению зданий терминала Анталии для увеличения, естественно, пропускной способности, ну и для того, чтобы побольше, так сказать, побыстрее принимать всех непосредственно пассажиров. Поехали дальше, друзья. Значит, еще одни данные за уходящий 22. Значит, департамент, народ, население Алании, Алании непосредственно опубликовали данные за 2022 год. По данным департамента, в прошлом году в Алании 2192 пары зарегистрировали счастливый брак. Ну, я во всяком случае надеюсь. Но есть, конечно, и более, ну, так сказать, менее приятные события. А вот развелись, ну, надеюсь, все-таки уже не эти пары, а все-таки какие-то другие, 962 пары. Значит, в Алании в 2022 году родились, друзья, 3373 малыша. Классно, супер, поздравляем всех родителей с этим большим событием, потому что действительно новая жизнь. Это круто. Ну, и, конечно, друзья, менее приятные, так сказать, статистические данные, это, конечно, что, ну, в любом случае, жизнь идет, и она смертна. Значит, умерло 1554 человека. Отдел образования Анталии опубликовал данные о количестве иностранных учеников в школах. 21 284 ученика из 92 стран получают образование в частных и государственных школах Анталии. Вместе с турецкими учениками в школу ходят и обучаются 3899 россиян, маленьких, и 1 тысяча ребят из Украины. Что же интересного теперь с 1 января будет действовать в Турции? А интересные вступляют в силу, так сказать, новые штрафы за нарушение БДД. Значит, теперь по факту и конкретно. Значит, проезд на красный свет теперь будет штрафоваться в 951 лир. Немного, но, как говорится, все-таки есть что выложить. Штраф за превышение скоростного режима, а в Турции здесь по процентам. Он вычисляется, поэтому внимательно, значит. Где-то примерно с 10 до 30 процентов будет штраф составлять 951 лир. Превышение ограничения скорости на 30-50 процентов уже будет караться в 1 тысячу 979 турецких лир. А уже превышение более чем на 50 процентов, то там аж 4064 лиры. Поэтому прям внимательно и очень аккуратно. Не использование ремня безопасности, соответственно, будет наказываться 436 лирами. Штраф за использование мобильного телефона, а мы часто этим грешим практически все во время вождения, 951 лиры. Штраф, если кто-то вдруг не пропустил пешехода, а здесь это часто бывает, поэтому тут прямо наблюдите, что называется, за зебрами. 888 красивая цифра, но все-таки это штраф. А штраф за езду на мопеде, на мотоцикле, на каком-то двухколесном транспорте, имеющий мотор, и, естественно, без... Нет, с головой, но без шлема, то 196 лир. Поэтому, друзья, соблюдайте все правила дорожного движения, потому что в ваших руках на самом деле без лишнего юмора средство повышенной опасности. Так, значит, новости на будущее, как говорится, на наступивший 23-й год. Значит, в новом году, в этом, в 23-м, впервые в Турции появятся удаленщики. Да, это слово мы полюбили, особенно после пандемии, но вот в Турции как-то все-таки только сейчас до этого дошли. Значит, в 23-м году в Турции планируется создать 1 миллион рабочих мест в IT-сфере. Правительство Турции в 23-м году увеличит инвестиции в сферу информатики, IT-образования и других профессиональных программ, а также усилит подготовку специалистов в этих отраслях. Об этом в конце декабря заявил президент Турции господин Эрдоган. Значит, турецкий лидер заявил о пакете технологической поддержки информационной сферы из 7 пунктов. Ну, все не будем переселять, но в частности скажем о том, что Турция будет обеспечивать до 100% поддержки удаленной работой в IT-сфере. Предприятия этой области смогут получать 6-месячный безвозвратный кредит от Госбанка. Сотрудникам сектора будут даны гарантии удаленной работы. Значит, новости, связанные с президентом Турции. Анталия готовится к приезду президента. Значит, 7 января, друзья, президент Турции Реджеп Тай Эрдоган прибудет с рабочим визитом в Анталию. Было бы хорошо еще бы в Аланию, если бы заскочил. Он посетит районы, пострадавшие от стихийной бедствии, потом примет участие в открытии церемонии спортивного зала, ну и, соответственно, встретится, естественно, с жителями своей страны. Так что, друзья, если вы находитесь в Анталии, любите и, соответственно, у вас есть какие-то вопросы, которые можно задать президенту, то, как говорится, ищите его на улицах города. К новостям туризма, вот, наконец-то. Первые все-таки отпуска, ну, пора что-то как-то и об этом поговорить. Значит, первые российские туристы прибыли в горнолыжный курорт Турции. А я напоминаю, потому что их достаточно много. И буквально пару выпусков назад мы с Марией рассуждали на эту тему, и она в том числе сама туда отправилась, как говорится, отдыхать. Это я тут в теплом отеле греюся, а она-то где-то в снегу там барахтается. Значит, Эрзурум, есть такой район, значит, стали приезжать российские туристы, желающие провести новогодние праздники непосредственно в горнолыжном курорте. Первые 185 человек, прибывшие в аэропорт прямым рейсом из Москвы, естественно, их встретили в шоу, по-друге барабана, духовые оркестры, в общем, все здесь красиво, как говорится, и по-восточному. Ну, а тут новость так новой, друзья. Значит, в Адане, а есть такой турецкий город, встретили, значит, вместо 23-го года, 24-го. Вот так ничего себе. И это не ошибка, друзья мои. Значит, в то время, как весь мир и Турция, естественно, встречали 23-й год, жители Аданы отпразднули 24-й год, просто пропустив 23-й. Значит, граждане заявили, что Адана – это город различий. Типа, что мы, как все, будем выделяться, как говорится, хотя бы там. Значит, отпразднули просто 24-й год. И, судя по картинкам, не только просто разрисовали, это было какая-то юмореско, да, кто-то пошутил на эту тему. Нет. Правительство города сделали огромные, большие цифры. И в 24-м с цифрами 2,4. Ну, там 2, 0, 2, 4. Ну, а теперь к нашим местным, как говорится, новостям. Значит, в Адане раньше срока распустились нарциссы, друзья мои. Красота невероятная. Цветы нарциссов из-за теплой погоды распустились на целый месяц, друзья, раньше. Их можно увидеть в садах многих жителей. Ну, и, естественно, нарциссы начали продаваться на рынках, овощных лавках, магазинах и, естественно, цветочных магазинах. Ну, и, друзья, в преддверии больших православных праздников хочется поделиться с вами информацией. Значит, если вдруг кто-то, не знаю, переживает о том, что вы, будучи здесь, находясь здесь, останетесь без своих любимых, почитаемых и очень уважаемых больших праздников православных, я имею в виду. Значит, в Адане действующие православные храмы существуют. Приближаются, естественно, праздники Рождества Христова, Крещения, Пасха, с чем мы вас, естественно, поздравляем. Ну, конечно, ближе всего к Рождеству. Верующие православные, проживающие непосредственно в Адане, могут посещать службу. В храмах проводятся все богослужения по церковному календарю, а также крещения, бракосочетания, освящения воды, пасхальные службы, ну и, соответственно, все прилагающие, точнее, мероприятия непосредственно связаны с православием. Настоятели церквей русскоговорящие, поэтому никакого языкового барьера у вас не возникнет. Ну и, соответственно, в Адане работают два православных храма. Один храм в Адане – это РПЦ, а в Махмут-Лайре непосредственно храм Константинопольского патриархата. Поэтому, если вдруг это вам актуально, то, как говорится, мы и здесь о вас позаботились, рассказали. Ну, я думаю, в теории мы можем оставить даже где-то геолокацию, чтобы вам было проще найти под нашим этим видео. Ну что ж, друзья, последняя новость, как говорится, легла на руку, потому что хочется вас от лица всей нашей большой компании поздравить с наступающим или с наступившим Рождеством, я не знаю, когда вы будете смотреть это видео, и пожелать вам всего самого светлого, хорошего и доброго. Если вдруг какие-то есть вопросы, новости, пишите нам и звоните, мы с удовольствием всегда будем на них отвечать, смотреть и, конечно, комментировать. А все почему? Да потому что, друзья, мы делаем все для вас. Лига Ньюс. Свежие, новые, актуальные. Даже отсюда. Всегда с любовью. Пока.